Всем привет! С вами Илья Кузнецов, и я продолжаю рассказывать про базовые элементы гимнастики. Сегодня речь пойдет про элемент колесо, а точнее переворот в сторону. Итак, переворот в сторону. В простонародье колесо. Считается вращательным движением тела с полным переворачиванием с опорой руками без фазы полета. Сразу становится ясно то, что при выполнении этого упражнения мы будем проходить через вертикальное положение стойки на руках. Так что в первую очередь мы всегда учимся выполнять стойку на руках в упрощенных условиях. Тренируемся стоять на время в стойке на руках, ноги вместе, вврось, спиной и животом к стене. Здесь мы учимся как можно лучше вытягиваться на прямых руках, держать живот втянутом и не прогибаться в пояснице. Для того, чтобы наши руки окрепли, а тело привыкло к данному положению, стараемся доводить стойку до 20 или 30 секунд. Нравится так стоять? Да. Также при выполнении колеса мы проходим через одноопорную фазу. Так что для этого нам необходимо обладать смещениями на одну руку. Для начала мы выполняем смещение с фиксацией в упоре лежа. Доводим до 5 повторений с фиксацией по 5 секунд. И дальше переходим к следующему этапу. Выполняем смещение на одну руку, стойки на руках с животом к стене, ноги вврось. Ну и наконец, после того, как мы научились выполнять стойку на руках с животом к стене и смещение на одну руку, переходим дальше. Становимся спиной к стене и выполняем один шаг левой или правой ногой от стены. И во время второго шага поворачиваемся на опорной ноге в положение стойка ноги вврось, руки в стороны, левым или правым боком к стене. Дальше выполняем шаг в сторону. Тянемся рукой к стене и опираемся кистью от стен. Здесь мы учимся выполнять необходимый накап для колеса. После становимся лицом к стене на расстоянии двух стоп от стены. И выполняем переворот в сторону в положение стойка на руках с животом к стене, ноги вврось. Стараемся далеко шагнуть и потянуться рукой в сторону переворота. На следующем этапе мы учимся выполнять вторую часть колеса из положения стойка на руках с животом к стене. Ну и после удачного освоения всех подводящих упражнений соединяем первую и вторую часть элемента, выполняя колесо стоя лицом к стене, а затем без стены. В этом видео были продемонстрированы подводящие упражнения, с помощью которых мы освоили данный элемент. Пишите в комментариях, какой из элементов гимнастики вам хочется научиться. И я обязательно сделаю обучающее видео на эту тему. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Пока!